Добрый день, пациенты, дорогие! На самом деле здорово, что у нас есть возможность в преддверии Дня диабета провести такой вебинар и рассказать о тех возможностях, которые есть у стационарной амбулаторной службы. Хочу сказать, что у нас действительно очень хорошая команда, очень дружная, очень профессиональная под руководством Михаила Борисовича Анциферова. И действительно и стационарные, и амбулаторные врачи, мы всегда рядом с вами, всегда рады помочь. Поэтому, когда пациенты поступают и говорят, что они находятся в некоторой растерянности, потому что у них впервые выявленный диабет, мы всегда, собственно говоря, стремимся успокоить, что они не будут одиноки, что мы их на всех этапах поддержим. Действительно у нас достаточный коечный фонд, уже сегодня вы это видели, что много у нас стационарных коек, 464 койки, 17 многопрофильных стационаров. И действительно у нас есть и экстренная, и плановая помощь. В принципе, если совсем как-то не складывается ни с экстренной, ни с плановой, есть понятие самотек, когда вы просто приходите в приемное отделение. Не самый предпочтительный, потому что долго, много времени приходится там проводить, но тем не менее он тоже существует. И действительно, среди того огромного пула пациентов с сахарным диабетом, которые есть и первого, и второго типа, для всех, кто нуждается в стационарном лечении, у нас всегда есть доступный коечный фонд. В настоящий момент ожидание госпитализации у нас составляет два дня. Это тот срок, который готовятся мазки на ковид и антитела к этому вирусу. Для того, чтобы минимизировать вероятность инфицирования вас и ваших соседей по палате, мы принимаем на плановую госпитализацию только пациентов, имеющих отрицательные мазки. Ну и, соответственно, мы берем антитела для того, чтобы в дополнение к мазкам составить себе картину о том, что, собственно говоря, с вами происходит, болели вы, не болели, или, может быть, находятся на ранней стадии заболевания. Посмотрите, в каждом округе есть стационар, в большинстве несколько, и действительно, это все крупные, многопрофильные больницы. И на самом деле, в зависимости от той проблемы, которая сопутствует сахарному диабету, в зависимости от осложнений, можно подобрать себе максимально специализированный стационар. Да, мы говорили, что есть такая история, как синдром диабетической стопы. Это частое осложнение у длительно болеющих пациентов. И у нас на сегодняшний день есть шесть стационаров, в которых есть такие межклинические центры спасения конечностей. Они включают в себя сразу несколько подразделений, которые работают совместно. Это отделение гнойной хирургии, отделение сосудистой хирургии и отделение эндокринологии. Иногда еще и отделение нейрохирургии тоже работает в тандеме с этими подразделениями. И если есть проблемы действительно со стопой, лучше обращаться, брать направление в эти стационары. Почему говорю? Потому что очень часто нам приходят письма с просьбой госпитализировать. У нас, например, в Боткинской больнице нет специализированного отделения. У нас есть другие интересные возможности, немножечко для другой категории пациентов. В отношении сосудистой хирургии мы понимаем, что у пациентов очень часто бывают атеросклеротические заболевания в самых разных сосудистых бассейнах. Это и артерии шеи, и артерии нижней конечности, и коронарный атеросклероз. И важно его своевременно выявить и при необходимости провести хирургическое лечение. Опять же, отделение сосудистой хирургии есть в шести стационарах. Могу сказать, что на самом деле в семи у нас тоже есть два отделения сосудистой хирургии. У нас есть три отделения кардиологии, у нас есть кардиоблок, поэтому мы, собственно говоря, тоже в ситуации, когда нужно провести плановые или экстренные вмешательства на сосудах, тоже можно к нам обращаться. Очень важный момент – это эндокринная хирургия. Действительно, есть хирургические заболевания щитовидной железы, заболевания пара щитовидных желез надпочечников. И здесь, конечно, очень важно, чтобы было специализированное отделение. Эндокринная хирургия – это особая специальность, это особая область. И несмотря на то, что все хирурги в ординатуре учатся делать итереоиды к томии, вот для того, чтобы это было сделано виртуозно, максимально бережно, а с минимальными осложнениями, конечно, лучше обращаться в специализированное отделение. Могу сказать, что у нас очень хорошее отделение. Мы много лет работаем на одном этаже, и у нас такой прямо, можно сказать, системный подход. Мы пациентов готовим, проводим все необходимое обследование, переводим в отделение эндокринной хирургии. После проведенного оперативного лечения мы же даем рекомендации по заместительной терапии, если в этом есть необходимость. Действительно, у нас тоже много стационаров, где оказывается высококлассная помощь, где есть специализированное отделение, где есть опытные хирурги, поэтому выбор у пациентов есть. Могу сказать, что у нас в больнице, в Боткинской, есть специализированное отделение хирургии печени поджелудочной железы, и мы, собственно говоря, достаточно часто, опять же, вместе готовим и оперируем пациентов с различными гормонально активными опухолями поджелудочной железы, в первую очередь это инсулинома, и тоже, что называется, работаем под ключ, мы ставим диагноз, проводим топическую диагностику, подготавливаем пациента к операции и вместе с хирургами ведем его после операции. Опять же, это сложное хирургическое вмешательство, и здесь крайне важно, чтобы это были хирурги, имеющие опыт работы с такими пациентами. В отношении пациентов, находящихся на программном гемодиализе, действительно, у нас есть три крупных стационара, где есть возможность оказания помощи таким пациентам, то есть если вы получаете программный гемодиализ, независимо от того, где вы его получаете в обычной жизни, вы можете быть госпитализированы в нашу больницу или в ГКБ имени Ермешанцева, или 52-я сейчас не работает, они закрыты на ковид, но когда-нибудь это закончится, и, в принципе, они тоже работают в таком же режиме, и три раза в неделю вы будете получать свой гемодиализ в те же дни, в которые вы его получали обычно, при этом проходить необходимое вам стационарное лечение. Скажем, у нас пациенты проводят коррекцию терапии, мы ставим инсулиновые помпы таким пациентам, опять же, параллельно с их обычной терапией необходимой. В отношении лечения диабетической ретинопатии три стационара у нас имеют специализированные отделения, наши больницы тоже к ним относятся, у нас действительно чудесный новый филиал открыт на нашей территории в этом году, и, что важно, если пациенты попадают на стационарное лечение, и у них есть какие-то проблемы с контролем глюкозы, опять же, наши сотрудники помогают офтальмологам стабилизировать гликемию. Иногда в ситуации, когда действительно очень высокая гликемия сопутствует офтальмологическим заболеваниям, мы таких пациентов забираем к себе и под контролем офтальмологов аккуратно подбираем необходимую сахароснижающую терапию. Беременность при сахарном диабете, собственно говоря, достаточной возможности. Отметить хочу 29-ю городскую больницу, там действительно чудесный центр, и заведующая Мария Ивановна неоднократно на разных мероприятиях мы пересекались, и результаты их работы не уступают результатам, которые, собственно говоря, во всем мире декларируются. То есть действительно очень высокий процент успешной беременности, здоровых малышей, и, на мой взгляд, вот такой заботой, какой окутывают беременных на всех этапах именно в этом учреждении, можно только восхититься. Хочу для пациентов, поскольку в первую очередь сегодня у нас с вами для пациентов семинар, напомнить, что действительно, к большому сожалению, часто бывает повышение глюкозы крови во время беременности. Это риск не для матери, если мы говорим о гистационном диабете, это риск для малыша в первую очередь, потому что, к сожалению, дети от таких беременностей, они имеют более высокий риск ожирения и сахарного диабета во взрослом состоянии. Поэтому для женщин крайне важно понимать, что поддержание нормального сахара крови, и если необходима инсулинотерапия, это обязательное условие для здоровья малыша. Инсулин через плаценту не проникает, и, собственно говоря, мы просто даем ребеночку шанс иметь нормальный метаболизм во взрослом состоянии. Еще один очень важный момент. Мне бы очень хотелось подчеркнуть, что беременность должна быть запланирована. Это очень важно. Входить в беременность нужно с хорошими сахарами, и нужно, конечно, избегать незапланированной беременности, потому что много мы уже драматических историй увидели, когда действительно беременность незапланированная, но желанная, когда она, к сожалению, в большом прерывается из-за плохого гликемического контроля, когда на фоне дебюта беременности возникает диабетический кетоацидоз и возникновение неразвивающейся беременности. Поэтому давайте к этому будем относиться чуть серьезнее. Мы, собственно говоря, всегда очень радуемся, рады, когда к нам попадают такие женщины. Мы ставим инсулиновые пункты, мы получаем хорошие результаты. Собственно говоря, мы всегда очень ждем обратной связи от наших коллег, работающих в роддоме. Действительно, очень радуемся, когда получаем благоприятный исход. Но все-таки давайте будем чуть-чуть посерьезнее. На сегодняшний момент это возможно и это необходимо. Обязательно на этапе планирования беременности женщина должна пройти обучение в школе диабета. У нас должна быть хорошая компенсация, причем не хорошая, а идеальная. Это низкий гликированный гемоглогин, это хорошая тащиковая глюкоза и глюкоза после еды, это хорошее целевое артериальное давление и правильные препараты, контролирующие давление при необходимости. Это обязательное знание о состоянии функции щитовидной железы, потому что действительно при сахарном диабете первого типа часто возникает вероятность аутоиммунного тиреидита и гипотиреоза, который себя клинически никак не проявляет. Это обязательно назначение на этапе планирования фолиевой кислоты при нормальной функции железы, ядиды, калия, ну и естественно оценка состояния глазного дна, почек, отказ от курения. И в принципе, еще раз хочу подчеркнуть, для женщин, которые правильно готовились и аккуратно вели себя во время беременности, мы видим женщин и с двумя, и с тремя детишками, и они остаются здоровы, и дети получаются хорошие. То есть единственное, да, планируем. И помповая инсулинотерапия, это, собственно говоря, то, чем мы занимаемся, и настолько это интересно, настолько это прогрессивно, что мы в настоящее время разрабатываем концепцию центра амбулаторного поддержки пациентов, находящихся на помповой инсулинотерапии, потому что, конечно, на сегодняшний день есть некий разрыв, да, между тем, что мы помпу в стационаре ставим, а затем на амбулаторном этапе сложновато пациентам получить помощь в отношении коррекции. Мы планируем, что это будет центр, где будет в том числе и дистанционное консультирование. Собственно говоря, это возможно, и об этом сейчас как раз в нашем проекте речь и идет, чтобы, учитывая огромные размеры нашего города, у пациентов не было необходимости приезжать, а мы могли бы давать такие телемедицинские консультации. Для пациентов, которые задумываются, но не знают, что такое помпа, два слова хочу сказать, что это действительно очень удобный способ введения инсулина. Это ни в коем случае не искусственная поджелудочная железа, она все равно требует от пациента внимания, все равно требует необходимости измерять сахар, она требует обязательной необходимости учета углеводов в пище, но тем не менее, да, вот таким образом выглядит инсулиновая помпа, она незаметна, она очень удобна. Мы на сегодняшний день ставим все существующие доступные варианты помп, и Метроник, СИН-22 помпу, и Акульчик Спирит Хомба, то есть в зависимости от предпочтений пациента, система мониторирования гликемии не входит в это ВМП, и на самом деле, учитывая, что на сегодняшний день есть флеш-мониторинг, возможно, она и не так нужна, и не так удобна. И хочу сказать, что действительно здесь много достаточно преимуществ, это и меньше инъекции, такой гибкий режим подачи инсулина, и более физиологичное введение инсулина, и нет необходимости вводить перекус, скажем, если у вас незапланированная физическая нагрузка, потому что вы можете поменять скорость поступления инсулина. И действительно, у пациентов, которые обучаются жизни с помпой, я обязательно задаю вопрос перед выпиской, нравится ли вам, собственно говоря, помповая инсулинотерапия, и в подавляющем большинстве случаев, когда пациент знал, что это будет, был готов обучаться, пациенты, конечно, в восторге, у них вырастают крылья, потому что это немножечко другое качество именно управления сахарным диабетом. Да, есть недостатки, здесь нет депоинсулина, здесь нужно, собственно говоря, регулярно менять набор, обязательно пациенту нужно обучаться, обязательно нужно, чтобы были врачи, которые могли бы пациенту помочь, и вот с этим у нас есть на сегодняшний день некоторая проблема. Но, тем не менее, все это решается, мы пока для пациентов всегда доступны, у них всегда есть наши контакты, и если какие-то вопросы возникают, можно обращаться, и это, в общем-то, не проблема. Действительно снижается количество инъекций, если каждый день у нас пациент проводит многократные инъекции инсулина, то здесь около 10 каниль в месяц, и вот очень часто мы говорим о том, что мы мерим гликированную гемоглобину, мы понимаем, что это важно, но все-таки для пациентов с сахарным диабетом, учитывая, какие серьезные колебания у них могут быть, да, мы видим здесь, что пациент 11% времени находится в диапазоне гипогликемии, 60% времени в гипергликемии, мы всегда говорим, что это можно сравнить с тем, что одна нога в ведре с кипятком, другая в ведре со льдом, в среднем гликированный неплохой, но компенсация отвратительная, и поэтому, учитывая, что профиль глюкозы у здорового человека выглядит совершенно по-другому, это практически прямая линия, мы вот этой вот системой монетарирования оцениваем тот результат, который получаем. Да, инсулинотерапия, она не полностью, к сожалению, даже самыми современными инсулинами имитирует тот ритм продукции инсулина, который есть у здорового человека, и вот посмотрите, компа, она позволяет, в отличие от всех инсулинов, которые здесь представлены, подобрать абсолютно индивидуально скорость подачи инсулина, которая может варьировать каждый час. И это очень важно, могу вам сказать, что двух одинаковых профилей не существует, они очень индивидуальны, когда пациенты обижаются, что мы госпитализируем на 7-8 дней, мы всегда объясняем, что мы сначала подбираем базальный режим, а это требует определенного времени. И вот этот пример успешной постановки помпы, это близкий к идеалу результат, когда 75% значений находится в целевом диапазоне, и мы понимаем, что здесь, собственно говоря, нет колебаний, которые как раз предрасполагают к развитию осложнений. Но нужно сказать, что когда мы пациента приглашаем на помпу, он сам тоже должен ответить на вопрос, готов ли он часто контролировать глюкозу, считать углеводы, часто посещать при необходимости эндокринолога на этапе подбора доз и вообще работать с этим прибором, потому что очень часто к нам приходят пациенты пожилые, и мы понимаем, что им сложновато будет обучиться, и что вопрос их плохого контроля заключается не в том, что у них лобильный диабет, а в том, что не очень они хотят считать, контролировать, как-то хочется им иметь такую волшебную палочку, которая будет все делать за ним. В такой ситуации это тоже жизненный пример. Вот пациентка с большим стажем сахарного диабета, с очень большой варябинностью гликими, с большими колебаниями, вы видите, очень плохой контроль диабета, она настояла на том, чтобы поставить помпу, и, собственно говоря, через 3 месяца, учитывая не очень хорошее, не очень правильное, наверное, отношение к процессу обучения, мы видим, что результата особенного нету. Поэтому мы, конечно, стараемся пациента все-таки на помповую инсулинотерапию отбирать. Мы очень много сил вкладываем действительно в обучение. Мы стараемся, чтобы от нас пациент вышел уже владея не только базовыми, но и такими продвинутыми знаниями, как на физическую активность менять дозы. Если это женщина, мы всегда стараемся помочь ей по фазам цикла подобрать дозы или, по крайней мере, дать рекомендации, как это делать на амбулаторном этапе. Поэтому, если действительно для вас эта тема интересна, обращайтесь. У нас в Москве есть три стационара. У нас, например, неограниченное количество помп мы можем ставить, и поэтому, опять же, очереди у нас никакой нет. Всегда рады вас видеть. Спасибо вам большое за внимание. Если есть вопросы, буду рада на них ответить. Добрый вечер, уважаемые пациенты. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я всех рада приветствовать. Рада, что новые технологии помогают нам проводить вот такие вебинары. И, безусловно, хотелось бы сказать о том, что амбулаторная эндокринная служба Москвы всегда готова бороться за здоровье наших пациентов с сахарным диабетом. Вы уже много услышали сегодня информации о том, как организована эндокринологическая служба города Москвы. И сейчас перед вами рассказали о возможностях стационарной службы. Я бы хотела немножечко продолжить о том, как организовано на сегодняшний день амбулаторное звено. Это наши московские поликлиники. С 2013 года медицинская реорганизация создала крупные амбулаторные центры. И на сегодняшний день первичная медико-санитарная помощь, то есть то, что вы можете получить, придя в поликлинику, включает в себя 47 амбулаторных поликлинических центров. Это одна крупная головная поликлиника и несколько филиалов. Причем в каждом филиале практически есть кабинет эндокринолога. В составе отделения эндокринологии в амбулаторных центрах работают школы, и таких школ 33 по городу Москвы. И 25 кабинетов диабетической стопы. Практически в каждом амбулаторном центре такой кабинет существует. На сегодняшний день вы можете первично обратиться не только к врачу-эндокринологу, но и к врачу общей практики и терапевту. Что на сегодняшний день может предоставить вам терапевтическая служба? Это регулярный осмотр, это назначение обследований, которые рекомендует эндокринолог, и в электронной вашей карте эти рекомендации присутствуют. Вы можете выписать лекарственные препараты, придя на прием к терапевту. И если у вас ухудшение компенсации диабета, и появились какие-то вопросы по вашему состоянию, терапевт может организовать вам консультацию эндокринолога. Ну и, соответственно, допустим, направить на санаторно-курортное лечение вас тоже может врач-терапевт. Для этого не обязательно попасть на прием специально к эндокринологу. Первичная специализированная медицинская помощь – это уже вопрос осмотра эндокринолога. И если у вас есть какое-то ухудшение состояния здоровья, то терапевт вас направляет на консультативный осмотр. Эндокринолог вас консультирует, оценивает ваше состояние на момент обращения и планирует какие-то мероприятия. То есть либо назначает анализы, либо назначает обследование, проводит их. И, соответственно, опять вас наблюдает дальше терапевт согласно новым рекомендациям. Но если, допустим, ПЦН находится в ухудшенном состоянии, мы называем это состояние декомпенсацией, то эндокринолог откроет вам так называемое прикрепление для того, чтобы в течение определенного срока, а срок этот тоже может быть разный, от месяца до года и до нескольких лет, вы смогли самостоятельно записываться на прием и приходить для наблюдения уже пока только к эндокринологу. Безусловно, когда вы попадаете на прием к врачу в амбулаторной сети, вам проводится коррекция терапии в зависимости от того, какие данные результаты в самоконтроле вы приносите. Эндокринолог решает, нужно ли не нужно вам стационарное лечение, то есть насколько ваше состояние требует на сегодняшний день стационарной помощи. И эндокринолог направляет вас на сложные обследования, допустим, на биопсию щитовидной железы, на компьютерную томографию или на МРТ, назначает сложные расширенные гормональные анализы и многое другое, то, что на сегодняшний день амбулаторная служба может себе позволить в результате такой реорганизации. Первичная специализированная помощь второго уровня, это уже немножечко более такое специализированное обследование, консультации, включает в себя и кабинет врача-эндокринолога, и в некоторых амбулаторных центрах есть несколько эндокринологов, консультирующих именно амбулаторно-поликлиническую сеть своего центра. В этом уровне присутствует также кабинет диабетической стопы, и этих кабинетов 25 на сегодняшний день в амбулаторной сети, и присутствует школа для больных с сахарным диабетом. На сегодняшний день их 33 по амбулаторным центрам города Москвы. Врачи-эндокринологи второго уровня, это может быть и заведующий отделением эндокринологии, на консультацию к которому вас может направить эндокринолог первичного звена, то есть эндокринолог филиала. Что еще можно сделать на так называемом втором уровне амбулаторной помощи? Безусловно, пройти осмотры других специалистов. А поскольку пациенты с сахарным диабетом, это чаще всего люди, у которых есть несколько заболеваний, кроме диабета, еще в большей степени это сердечно-сосудистые заболевания, это возможно какие-то хирургические заболевания, это может быть заболевания легких или органов желудочно-кишечного тракта. То есть вот на втором уровне первичной специализированной медицинской помощи вы можете посетить разных специалистов, специалистов разного профиля в зависимости от того, какие сопутствующие заболевания есть в наличии. На втором уровне проводятся как раз вот те сложные инструментальные исследования. В основном это ультразвуковая диагностика, КТ, МРТ, эхокардиография и другие сложные процедуры, в том числе и лабораторные анализы, которые вы тоже можете сдать. Для этого на сегодняшний день не обязательно ехать в какие-то стационарные учреждения, федеральные центры, то есть большинство исследований делается на уровне главного учреждения поликлиники. Во многих учреждениях остались еще и работают дневные стационары. Дневные стационары, они помогают пациенту, не госпитализируясь, получить какое-либо лечение, часто это лечение сопутствующих заболеваний, осложнений сахарного диабета, частое лечение диабетической полинейропатии. То есть дневной стационар – это стационар кратковременного пребывания. Пациент туда приходит, получает необходимое лечение, осматривается врачом и дальше уходит домой и находится дома. Для многих пациентов это тоже очень удобный вариант улучшения состояния здоровья. Очень много на сегодняшний день говорилось о том, что нужно профилактировать развитие серьезных хронических заболеваний. И на сегодняшний день в амбулаторных центрах города Москвы везде есть так называемые центры здоровья, которые располагаются в отделении медицинской профилактики. Отделение медицинской профилактики открыто для всех. И для людей, которые ничем не болеют, и для людей, которые уже знают про свои заболевания. Но диспансеризацию тоже нужно проходить всем. Для чего? Не только для того, чтобы выявить проблемы со здоровьем на раннем этапе, но и для того, чтобы убедиться, что состояние здоровья находится в рекомендуемых пределах. То есть нет ухудшения, нет прогрессирования каких-то дополнительных проблем. Для этого вам обязательно нужно посещать как Центр здоровья, так и отделение профилактики в своих амбулаторных центрах. Что еще очень интересного вы должны знать? Но, к сожалению, пациенты с сахарным диабетом не все могут прийти в поликлинику. Есть пациенты почтенного возраста. Есть пациенты, которые страдают тяжелыми формами не только сахарного диабета, но и еще сопутствующих заболеваний. Есть пациенты, которые называются маломобильными, то есть они в силу разных причин не могут выйти из дома. Эти пациенты на сегодняшний день не заброшены, и они наблюдаются в патронажных отделениях, которые созданы при каждом амбулаторно-поликлиническом центре. В городских поликлиниках сформировано 216 патронажных участков, в которых работает, посмотрите, 211 врачей и 379 медицинских сестер. И в настоящее время под патронажным наблюдением находятся более 70 тысяч пациентов. А вот среди этих пациентов доля больных с сахарным диабетом – это почти 50%. Действительно, у пациентов тяжелых очень часто и сахарный диабет тоже присутствует. В чем особенность патронажного отделения? Каждый пациент индивидуально осмотрен, и на каждого пациента составляется план наблюдения и лечения. То есть прописываются те процедуры, которые будут проводиться этому пациенту на дому в течение года. В зависимости от того, какие это заболевания, будут назначены и консультации специалистов. Медсестра патронажного отделения обзванивает пациентов, которые наблюдаются на дому, и производят запись на проведение исследований или на консультацию врача. Врач осматривает пациента на дому, и, соответственно, в зависимости от того, какие данные лабораторных обследований уже предоставлены, он назначает либо консультацию эндокринолога, если в этом есть необходимость, либо сам корректирует терапию. То есть эти пациенты находятся под особым вниманием, и они обязательно осматриваются как врачами, так и средним медицинским персоналом, и им назначаются все необходимые лечебно-профилактические мероприятия, как и тем пациентам, которые приходят в поликлинику. Конечно, всех вопрос волнует лекарственного обеспечения. И лекарственное обеспечение для москвичей бесплатное. Все пациенты, имеющие постоянную регистрацию в городе Москве, у которых диагностирован сахарный диабет, вносятся в специальный реестр льготных категорий, это городская категория, это категория города Москвы, и в том числе вносятся в регистр, в государственный регистр сахарного диабета, где тоже проводится вот такое вот масштабное наблюдение за пациентами, которые живут в городе Москва. Пациенты все получают категорию 726. Это льготная категория, которая позволяет пациентам бесплатно получить сахароснижающие препараты и изделия медицинского назначения. Что такое изделие медицинского назначения? Это иглы к шприц-ручкам, это тест-полоски. На сегодняшний день обеспечение тест-полосками с каждым годом все улучшается, и наши пациенты на сегодняшний день получают достаточное количество тест-полосок. Обеспечение проводится на достаточно длительный срок, и в этом году особенно, срок 90 до 180 дней, потому что вот в условиях ковида мы все-таки тоже пытаемся обезопасить наших пациентов от того, чтобы они ходили больше по улице, в поликлинике, где есть массовые скопления людей, в том числе людей, которые болеют. Поэтому вот в условиях ковида у нас, соответственно, разработана целая такая программа лекарственного обеспечения пациентов, и она успешно работает, начиная вот с марта месяца, когда, в общем-то, это все и было организовано. Есть группа пациентов с сахарным диабетом, которые находятся на самоизоляции, то есть это люди, во-первых, сами по себе болеющие диабетом, должны находиться на самоизоляции, тем более люди возраста 65+, или имеющие сопутствующие сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания. То есть эти люди максимально должны находиться дома для того, чтобы обезопасить себя в условиях вот этой вот новой ковидной инфекции. Как происходит лекарственное обеспечение в этом случае? Организована работа горячих линий. То есть в каждом амбулаторном центре есть горячая линия, на которую пациент может позвонить. Сформированы реестры из пациентов с сахарным диабетом, то есть есть список, согласно которому проверяется в вашей карте ЕМИАС, когда вы получили лечение, лекарственные препараты. И, соответственно, те пациенты, у которых лекарства заканчиваются, обеспечиваются препаратами через вот эти реестры. Доставка производится на дом либо соцработниками, либо волонтерами. То есть люди приносят уже готовый такой вот мешочек, где собраны все лекарственные средства на достаточно длительный период. На самоизоляции наши пациенты осматриваются врачом на дому. В первую очередь это врач-терапевт. Если терапевт сомневается в организации вам помощи по сахарному диабету, то он либо назначает консультацию эндокринолога, либо эндокринолог с вами связывается по телефону, да и какую-то необходимую коррекцию делает. Но госпитализация в период ковида и самоизоляции производится только по экстренным показаниям, потому что плановая госпитализация, ну, во-первых, она может быть отложена, то есть это не ухудшение состояния, это плановый режим госпитализации. И, во-вторых, что, в общем-то, можно плановую госпитализацию, возможно, перевести на уровень дневного стационара, если действительно в этом есть такая необходимость. Вероятность заражения уменьшается таким образом, ну, и пациенты, естественно, должны тоже понимать, что госпитализация по экстренным показаниям обязательно будет осуществлена в случае ухудшения состояния, а плановая госпитализация будет рассматриваться для их же влага, для того, чтобы было меньше рисков заражения ковидной инфекцией. Те пациенты, которые уже заболели ковидом, они наблюдаются телемедицинскими центра, то есть им постоянно проводится обзвон, причем этот обзвон идет и в вечернее, и в утреннее время. Собирается вся информация, какая температура, есть или нет кашель, есть или нет ухудшения, и, соответственно, проводится дистанционная коррекция терапии. То есть может врач подсказать, какое лекарство принимать, лучше, хуже состояние, провести коррекцию, назначить необходимые анализы, и, соответственно, если были назначены новые препараты, то организовать доставку этих лекарств на дом. Но вот на дом приедет врач не обычный терапевт, а те врачи, которые работают в спецбригадах по ковидной инфекции. Я закончила свой доклад, тоже готова ответить на вопросы, если они есть, и самое главное, желаю всем доброго здоровья, и врачи поликлиник всегда с вами и всегда готовы прийти на помощь. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok